У Екатерины Цветновой супруг не первый год находится в зоне специальной военной операции. Кадровый офицер, не задумываясь, пошел защищать родину. Жена тоже в стране не осталась. Вступила в комитет семей воинов Отечества. Второй день рождения организации супруги ветеранов и участников СВО решили отметить вместе. В колледже сервисных технологий дизайна со студентами кулинарного отделения приготовили пиццу. У каждой был свой фирменный рецепт. По такому же принципу мы шли, ну стараясь как-то придерживаться более-менее классики, чем-то, чего-то того, к чему, собственно, привыкли, наверное, в каждом доме. Она уже вошла так, как такое быстрое какое-то, но вкусное блюдо. С любовью, нашептываю, чтобы всем во благо, во здоровье. Колледж сервисных технологий дизайна для комитета семей воинов Отечества стал вторым домом. За пару лет плодотворного сотрудничества удалось реализовать множество социальных проектов. Студенты шьют одежду и головные уборы для участников СВО. Плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и чехлы для печек. Они давно отправили защитникам Отечества больше тонны квашеной капусты собственного производства. Этот вклад с первого дня мы с командой комитета постоянно делаем с учетом наших профессиональных навыков студенты, ну и, конечно, социальной активной позиции, потому что, во-первых, мы много занимаемся, но много это не бывает, патриотическим воспитанием. Во-вторых, мы ценим, поддерживаем, как можем, любим наших героев и героев наших семей. Колледж с первых дней СВО превратился в областной штаб сбора гуманитарной помощи. Взял под опеку семьи ветеранов. Сейчас их 36. Это, я думаю, важно абсолютно для всех, как и для нас, для женщин, которым хочется иногда выйти в свет, так и для студентов в рамках патриотического воспитания. За вкусным завтраком волонтеры рассказали о своей работе, а жены ветеранов поделились опытом жизни без мужей. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События.